...правы. Реформа должна начинаться с реформы государственного управления. Изменение в экономике или состоянии экономики страны, это всего лишь производная от качества государственного управления. Реформа управления это процедуры, я говорю о людях. Никакие процедуры вы не внедрите, если вы не измените людей. А если структуру не измените, то эти люди утонут, как он. Чекайте. Реформа начинается с измен из месту. У нас сегодня чиновники, они чин служат. Назовите этот смысл. Сословный капитализм. Вот что построили в этой стране. Сословный капитализм. Рентно-державное управление. Большинство этих людей не працюет за эту жилюгидную заработную платную. Они працюют за возможности, которые им дает государственная служба. Они не служат. В цивильном мире, в других странах, это называется civil services. Это слуги народу. В нормальном понимании, неспотворенном, как у нас. Мне кажется, что все наоборот. Это все очень правильно. И это уже похитные. Треба приводить людей, которые патриотами, которые будут точно, вы абсолютно правы. Приводить людей, которые будут нетолерантны до завышений нашей сегодняшней державной службы. Вы не скажете, ключевое. Польские реформаторы, которые работали с питанием коррупции, вы не сказали. Коррупция выникает, создает общество толерантное до коррупционных проявлений. Правильно вы скажете? Если в магазине один не крадет, не будут краски. Денис, у меня уточнение. Вы на выборы идете в этот раз или нет? Нет. У нас просто риторика политика немного. А вообще это у нас Денис, он не политик. Он работал в частном секторе. Я забыл, вы руководили... Я 17 лет занимаюсь управлением персоналом организации. Да, да. Вот он был специалистом по управлению персоналом. И бывые. И остался, да? То есть из частного сектора пришел... Сколько лет... Сколько лет, извините, сколько месяцев проработали в правительстве? Шесть недель. Так что все же, давайте...